Сегодня в этом видео я научу вас, как говорить по-английски как настоящий американец. Я научу вас словам и фразам, которые мы используем, и как улучшить свое произношение, и различные способы сделать предложение более естественным на английском языке. Я научу вас всем способом звучать как носитель языка, когда вы говорите по-английски. Поехали! Номер один. Вы должны научиться использовать сокращения. Мы, очевидно, знаем, что кто-то иностранец, потому что он говорит по-английски как учебник. Слишком ясно. Даже если у вас отличный акцент, но вы не сокращаете предложение, это будет звучать неестественно. Мы в Америке, мы все используем сокращения, когда мы говорим по-английски. Это не слэнг, это не уличный английский, это настоящий английский, который мы даже в школе изучаем. Например, возможно, вы знаете I should not. Например, I should not drink today. Но чтобы звучать как настоящий американец, вы должны сказать I shouldn't drink today. I shouldn't. I shouldn't drink today. Давайте посмотрим на еще несколько примеров. I cannot. I cannot. I cannot believe it is true. Никто так не говорит. Скорее мы говорим I can't. I can't believe. I can't believe it's true. Опять еще один пример. I will not. I will not travel. Вместо этого мы говорим I won't. I won't travel. Еще пример. I am going to. Например, I am going to sleep. Вместо этого мы говорим I'm gonna. I'm gonna sleep. Еще одна распространенная вещь, которую мы говорим это Это сокращение для слова Мы просто говорим Например И мы просто говорим И вот картинка с другими примерами, которые я выключу в описании этого видео. Очень важно, чтобы вы это выучили, потому что американцы не любят терять время. Мы просто говорим быстро И если вы знаете, как сократить вы понимаете сокращение это будет очень полезно. Номер два Учите слова, которые мы используем в Америке не в Англии. Я часто говорю со своими учениками по скайпу и они говорят с американским акцентом но используют странные слова которые мы не используем в Америке. Но я понимаю, потому что в России и в Украине вы изучаете британский английский но в Америке мы используем другие слова чтобы описать чего-то. Например, по какой-то причине русские всегда говорят слово seldom seldom я даже сомневаюсь, что в Англии говорят это слово это очень устаревшее это очень устаревшее слово которое почти никто не говорит это seldom Вместо того, чтобы сказать I seldom speak English вы будете звучать более естественно если скажете I rarely speak English Rarely Еще одно слово, которое люди часто используют но не в Америке это слово pavement тротуар это правильный перевод тротуар pavement но это британский английский вариант в Америке мы используем слово sidewalk sidewalk а теперь, чтобы звучать более по-американски вы можете сказать I rarely walk on the sidewalk I rarely walk on the sidewalk номер три не делайте этих распространенных ошибок когда вы говорите по-английски еще одно слово, которое я часто слушаю от русских это слово character чтобы описать характер кого-то но характер на английском это не character это personality personality и character на английском это слово персонаж например видеоигры фильм character video game character например Nico Bellic he is a video game character he is a character так что character означает персонаж и personality означает характер не забывайте об этом еще вторая ошибка русские часто делают эту ошибку я не встретил русского который не делал эту ошибку это слово serial serial например когда ты говоришь о сериале Netflix например serial это serial если вы спрашиваете кого-то кому-то what is your favorite serial они мы в Америке мы думаем о хлопья наша любимая хлопья probably fruit loops or cheerios и вы будете вы будете как what я не знаю этот сериал но да сериал мы не говорим сериал мы говорим series TV series Netflix series и так далее series not serial series номер 4 сосредоточьтесь на улучшении своего произношения вы можете говорить по-английски отлично без ошибок но если вы не умеете правильно произносить слова мало людей вас поймут но к счастью я нашел очень крутое приложение которое может помочь вам улучшить свой акцент приложение называется Elsa Speaks и я даже общался с ними чтобы они спонсировали этого видео и чтобы дать вам огромную скидку приложение для английского языка Elsa Speaks использует искусственный интеллект чтобы точно определить ваши ошибки в произношении и в разговорной речи по сравнению с носителем языка вы получите обратную связь по произношению и интонации а также точную критику каждого звука который вы издаете в настоящее время Elsa Speaks предлагает более 1600 уроков 40 тем и отличное сообщество с людьми из всего мира например давайте вместе попробуем урок чтобы я мог показать вам как работает приложение start nice night nice first nice первый correct hard 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 это чуть-чуть сложно для иностранцев потому что heart звучит очень похоже на hard hard но слушайте внимательно это hard а не heart 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 hard hard предложение в приложении вы также можете найти темы из реальной жизни например в офисе на поездки поездки и так далее я нашел это real life communication настоящее общение в настоящей жизни я покажу вам как это работает хорошо мне нужно произносить это приложение как настоящий американец но я это сделаю с сильным акцентом чтобы проверить приложение I'm studying law I study other things too but I'm focused on law да они знают что это неправильно ok еще раз я сделаю I'm studying law I study other things too but I'm focusing on law you see может быть я сделаю маленькую ошибку в конце но ничего страшного так что они знают что правильно и неправильно хорошо я знаю что многие из вас хотят выучить английский для своей работы для реальной жизни так что я думаю что это приложение очень подходит вам еще одна интересная особенность этого приложения это что elsa speak стоит всего 3 доллара в месяц это очень дешевле по сравнению с разными другими приложениями но к счастью я связывался с ними мы договорились я они спонсировали спонсировали это видео а теперь вы можете скачать приложение бесплатно и использовать приложение все функции бесплатно в течение семь дней чтобы вы могли попробовать все функции до до решения если вы хотите платить ежемесячно но это очень круто так что прямо сейчас перейдите по ссылке в описании этого видео скачайте elsa попробуйте elsa 7 дней бесплатно guys бесплатно и спасибо большое elsa что спонсировали это видео и спасибо большое что вы даете 7 дней бесплатно моим аудиториям это очень круто номер пять слушайте как можно больше аудио на американском английском причина по которой вы говорите по-русски без акцента заключается в том что с самого рождения вы слушали как говорят ваши родители как говорят все вокруг и вы копировали их их произношение вы копировали так что я думаю что была бы хорошая идея делать это с английском смотреть как можно больше фильмов на английском как можно больше аудиокниги видео сериалов на американском английском даже если вы заняты вы можете послушать с телефоном вы можете послушать аудиокнигу на метро на автобусе я так делал с русском на самом деле я заметил что мои ученики которые говорят по-английски с хорошим акцентом они смотрят много фильмов и видео на американском английском поэтому после этого видео я рекомендую вам взять свой телефон и записать записать аудио не записать до аудио или видео как вы говорите по-английски прямо сейчас и и сделайте это еще раз через три через 6 месяцев и в течение этих течение этого месяца попробуйте услышать английский американском английский американский английский каждый день час по крайней мере час каждый день и и вы увидите что вы видите что через 6 месяцев вы услышите увидите хороший результат прогресс я я знаю я я уверен что это что-то будет номер 6 еще один хороший способ говорить по-английски как настоящий американец это не повторять один и те же слова снова и снова и снова снова например вместо того чтобы всегда сказать thank you вы также можете сказать I appreciate it или thanks a lot и вместо того чтобы сказать всегда сказать you're welcome вы также можете сказать don't mention it don't mention it no problem or my pleasure или вместо того чтобы сказать всегда sorry вы можете сказать my bad please forgive me I didn't mean it и вместо того чтобы всегда сказать stop лучше лучше сказать cut it out когда кто-то мешает cut it out cut it out или that's enough достаточно хватит that's enough я уже сделал несколько видео об этом на своем канале так что ссылки будут в описании этого видео номер семь последний совет используйте когда вы говорите по-английски используйте много слов параситов очень впечатляет когда иностранец говорит по-английски без акцента но быть еще впечатляет когда они говорят точно как мы говорим по-английски когда они используют такие слова как you know right like you know basically actually так это впечатляет wow you know this ты это знаешь у вас тоже есть это в русском языке например типа короче как бы ну знаешь давайте сейчас давайте выучим 5 самых распространенных слов паразитов номер 1 well 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 это как ну например well i'm not sure about that ну я не уверен об этом и номер два like like это как 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 бы ну типа как типа you know like like it's like um it's like you know it's like it's like really hard it's like yeah ты знаешь это типа как как бы очень сложно типа как типа номер три you know you know это как ты знаешь ты знаешь ты знаешь например i got the new iphone you know it's pretty cool you know yeah я купил самую но я купил новый айфон я купил новый айфон ты знаешь крутой айфон знаешь номер четыре это слово basically 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 это переводится как в принципе но используется как короче so like basically например what happened well basically basically we are not dating anymore ну короче короче мы мы больше не встречаемся и номер пять слова so 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 это как ну когда вы думаете о чем чем-то so what do you want to talk about so ну о чем хочешь говорить ну о чем ну вот и все на сегодня друзья если вы выучите эти новые слова улучшите свой акцент исправите несколько ошибок то я думаю что вы будете говорить по-английски близко к американцу или как настоящий американец кроме того не забудьте подписаться на канал и нажать на ссылку в описании этого видео чтобы получить семь дней бесплатно от elsa speaks thank you for watching i'll see you guys later bye bye а